Бум! Бэм! Бап! Барабап! Бум! Пау! В общем-то, я уже ничего не помню, что здесь происходит. Я помню, что мы какие-то тут союзы заключали, что нам нужно кому-то отомстить, что нужно что-то сделать и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете что? Давайте-ка сбегаем, наверное, на желтенький маячок, потому что там, скорее всего, находится золото, ну, не скорее всего, а точно находится вот эта вот сокровищница, зона сокровищ, которую можно добыть, и мы заодно вспомним все механики. Уклоняться, по-моему, на альт, так, да, лук у нас все есть. А, я, кстати, получил способность топоры метать, я еще также ее не опробовал. Давайте-ка сбегаем. Так, Джей, чтобы призвать Дракар. Нет, мне не нужен Дракар, я думаю, мы и так часто доберемся, без каких-либо проблем. А, серии летсплеев будут небольшие, где-то по 30 минут, так что все, кто ждал Вальхалу, вы молодцы, вы дождались. И, собственно, их будет довольно много, я надеюсь, сколько я буду успевать, не знаю, но 2-3 будет по одной игре точно, и стримы, скорее всего, по другой игре. Рассказывайте, как у вас дела. Я по всем вам очень соскучился, в комментариях пишите, чем вы занимаетесь, какая у вас погода. У меня плюс 3, все тает, все течет, вот-вот прям как вот тут течет, вот у меня тоже, только около подъезда вот такая же хрень. Такой звук был, знаешь, как будто тут сокровище где-то лежит. Такой колокольчик звенит, слышишь? Гулюны? У меня? Или у Эйвора? Я уже Эйвор зовут. Я уже все забыл, короче. Короче, все забыл. Я надеюсь, это не последний стрим в этом месяце, не последний витсплей в этом месяце, что мы еще с вами увидимся. Хотел записать раньше, прикинь, сажусь. ОБС врубаю, все записываю. Думаю, ну сейчас игру запущу, кусочек запишу, там секунд 20. Посмотрю, как оно работает все, как оно все захватывает. Если в лаге нету лагов. Окей, записал. Открываю запись. А она дико лагает. Прикинь, она просто дико лагает. Вот прям слайд-шоу, вот так вот. Я думаю, что с ОБС? ОБС плохо захватывает. У меня игра нормально идет. В ОБС, вот, в втором экране у меня тоже все показывает нормально. Вот. Зараза, открывай, прикинь, она лагает на видеоплеере. Че такое? Я начал перетыкивать видеокарты в мониторы, тасовать между собой. Делать там, типа, у меня два монитора, получается, 20-80. Вот он-то, один монитор в 10-50. Я думаю, может, там что-то не так. Может, как-то дрова обновились, может, что-то сбилось. Все, пробую, 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 пробую. Нихрена. Лагает и лагает. Неважно, че ты делаешь, просто лагает и все. Так, как добывать? А, о, все, добыл. Оказывается, знаешь, че было? Когда у тебя развернут ОБС, ну, предпросмотр идет вот так, то есть ты видишь, че происходит на... в конечном итоге, да? И ты включаешь видеоплеер, они почему-то не могут вместе работать. Раньше прекрасно работали. То есть у меня был открыт ОБС, я включал запись, смотрел, и все было замечательно. Теперь это так не работает. Теперь, чтобы нормально посмотреть запись, и чтобы она не лагала, ну, я имею в виду, плеер не лагал, нужно закрывать ОБС. Вот такая мини-история, которая ведет тебя в курс дела, почему нету сплеев, потому что со мной все время что-то случается. То, грубо говоря, мне куда-то срочно надо. Я успел сделать только работу по каналам, которых теперь у нас три. Три канала, мы в трех направлениях работаем. Это у нас и... Мистер Момент Лайв теперь англоязычный стал, с озвучкой. Ну, там работаем мы над ней, не идеальная, но со временем улучшим. Потом смотрите, Мистер Момент Инг, естественно, основной канал, на котором скоро, скоро будет 300 тысяч подписчиков. Это очень крутая дата. Блин, по-любому надо какой-то розыгрыш делать. Хотели Плейстейшн разыграть? А ее нету, прихи. Ее нигде нету. Что за фигня? Непонятно. Да и цены, извините меня, космос. Тоже думал проапгрейдиться. Думаю, сейчас денежек поднакоплю. 30-80 поставлю. Ага, ага, да, конечно. 220 кусков. 220 кусков, и это по скидке. Так, 250. По крайней мере, в Ситилинке у меня стоит самая, типа, туповая 30-90. Это которая от Asus Strix. Вот, представляешь? Что за дичь? Откуда у меня на видеокарту 250 к? 250 к. Но это же нереально. Короче, не знаю, расстройства. Одни расстройства. Смотри, он как черепашка ползет. Чук-чук-чук-чук. Блин, это забавно выглядит. О, он меня услышал и сразу такой, я тебе забавы не дам. Так, что-то я, короче, отклонился, но я иду на точку синхронизации, потому что, вы знаете, они нам пригодятся в будущем, в любом случае. Скорее всего, в этот летсплей мы мало чего посмотрим. А хотя, может, и посмотрим. Я не знаю, не знаю. Пару диалогов глянем. Добыча. Одно серебро. Прикинь, одна монетка на целый мешочек была. Зачем? Для чего? Я не знаю. Вот лично ты бы положила одну монетку в целый мешок. Открытая новая область. Вершина Фонаракия. Фонаракия. Или Фонаракия. Нет. Фонаракия. Или Фонаракия. Ну, скорее всего, Фонаракия. Ползем, ползем. О, наш ворон уже ждет. Но что-то он подвисает. Он гличет. Так, а отсюда прыжок можно будет сделать? Интересно. Блин, какое красивое сияние северное. Тут аж потемнело. Ну, короче, у нас эта серия будет посвящена изучению. Все это пригодится. В любом случае, это надо все делать. Вы же понимаете, да? То есть, как бы... Ничего с этим не поделаешь. Это же ассасин. Кстати, слышал недавно какие-то утечки, слухи, сливы, короче, что следующая часть будет происходить в Индии. Типа, тоже в каких-то там 10-11 веках. И что это будет происходить в Индии. Колоритно, конечно, но... Хызы Индии не настолько популярны, например, как викинги. Ух, какой звук. Мышь. Что-то эффекты бомбят. Так, а я могу прям... Прыгнуть. Наверное, могу. Я, короче, думал, что он сейчас разобьется. Обычно же, знаешь, прыжок веры, он, типа, нормальный. То есть, прыгает сам, головой вниз, руки там вытягивает и летит, как ласточка. А тут... Он просто такой солдатиком. Вниз полетел, я думаю, все. Хана. А тут уже такого нету, как в Одиссеи, что, типа, можно взял, хопа, и спокойно с высоты спрыгнул, тебе ничего не будет. Нет, здесь такого уже не прокатывает. Ну-ка, катнемся, катнемся. Вот, оп, оп, оп. Ну, вот вообще можно было так-то щит под жопу подложить и прям как на ледяночке спокойно спуститься. А он прям дурачок, короче. Дурачок. Не знаю, буду я теперь в ватсплеях больше материться или нет. Вроде как приняли закон, насколько я слышал, что нельзя. Я не знаю, это распространяется на видео или только на какие-то СМИ. Или паблики, или текст, или как, или что. Короче, не знаю. Если вы шарите в этом законе, можете отписать... Ну, не от канала, конечно, а отписать мне в комментариях, какие там нюансы. То есть, действительно, что я сейчас скажу матное слово, и мне такие, опа, и все, и штраф. Или там должны модерировать... Ютуб сам должен это модерировать, свой контент. Короче, не знаю, что-то очень интересное. Так, покатились. Покатились. Точнее, не покатились, а... Как это правильно сказать? По... Понеслись? Нет, по... Блять. Как называется? Покатился. Ну, ты же катишься. Ну, катиться, это значит вращаться. А когда ты просто едешь. Короче. Ладно. Загрузился я. Блин, да что ж так высоко-то везде. Так, у нас вообще задание тут висит... Ой-ой-ой, куда я что-то нажал? Это не то, это не то. Вот так. Задание, поговорите с Сигурдом. Сигурд, это же наш друг, наш друган, который вначале там, вначале там к нам приплыл. Я боюсь по этим скалам лазить, знаешь, почему? Потому что тут можно, наверное, в текстурах застрять. Я думаю, что они здесь не прорабатывали вот эти скалы для лазания. Типа, алгоритм написали, а ты там, если застрянешь, то это уже как бы твои проблемы. И от этого нифига не выберешься. Так, опять колокольчики заиграли. Колокольчики. Колокольчики. Да что ж ты какой сигаешь, а? Почему нет авторегена? Меня это немножко напрягает, конечно. Мне кажется, он должен быть медленный. Должен быть. Потому что вот так вот сейчас мне ягодки искать вообще не самый лучший вариант. Что ты видишь, Сюнин? Сюнин видит желтую точку, куда мы сейчас с тобой полезем дальше спускаться. Так, ладно. Погнали. Так, 50 метров, 500 метров. Ай, твоё ж. Чё и без перчаток зимой, а? Вот вообще эйвар какой. Взять еду. Добыча. Красная маска. Так, хорошо. Серебро. Так, 22 метра. 21 метр. А так-то вода меня же коцает холодная. Я помню это. Вода. Ледяная. Да-да-да. Ледяная. Добыча. Добыча. Так. Крусок угля! Да, мать твою! Да! Мы наконец-то его добыли. Как же я его хотел. Мы потратили пол серии, а поморозили эйвара для того, чтобы добыть кусок угля. Не, ну конечно, возможно это сейчас в игре что-то ценное, но я ещё до этого не дошёл, и поэтому я не знаю ценности вот этого куска угля. Где дужье какое-нибудь крутое, где золото банально, чтобы оно было, но блин, ты же сундук с сокровищами, и там кусок угля. Даже звучит не очень. Не знаю, хоть что-нибудь вкусное бы положили. Шоколадку или ещё что-нибудь. Так, а как мне призвать? А, смотри, Сюнин. Джей? Джей? Вау! Так, молодцы, вы работаете, но я скорее всего поеду быстрым телепортом. Так, рюкгияфюльки. Рюкгияфюльки. Рюкгияфюльки, извините, мы с вами... Так, тут он ещё какой-то... Чё такие? О, это моя фотка, ноль лайков. Я популярен! Так, плывущее убежище. Так, ну это просто какие-то точки. Мне вот сюда нужно. Или всё-таки доплыть уже, что ли? Ну ладно, давайте доплывём, наверное, быстрее будет. Нам уж там всё равно, близкая точка, она не совсем близкая, и нам придётся добираться в любом случае. Да-да-да-да. Поехали. Эй, вор! Эй, вор! Поднять парус. Поднять парус! Поехали квесты делать. Сюжетные квесты. Набег. А мы тут не набегали, разве? Давайте набежим. Сейчас драки вспомним и пойдём за квестами. Вперёд, молки! Обачки! Здрасте. А-а-а! Отлично. Так, надо скилл попробовать. Несите смерть! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Вау! Неплохо. А почему он раскидал цели? Ой-ой-ой! Что, тяжёлая атака была? А твоя тяжёлая... Что он ел? Бля! А это бесконечно будет? Я... Я придумал вечный двигатель. Как... Как это сделать? Слушай, а я попаду в этого врага, чтобы не в своего попасть. Он на меня загрялся. Блин, ну ты видел? Это просто дичь. Здрасте. Я напоминаю, мы играем на максимальной сложности именно в боёвке. По обнаружению, типа, тут попроще всё. Опа! Здрасте! Детородным органом попастье, как говорится. Да, ёска, что ж я кашу-то? Так, всё, наши чувачки остались. Добыча, добыча. Так, мне быстрее вы попомните. Где тут у нас стрела... Отдела... Комната для стрел. Тут должна быть у нас отдельная комната для стрел. Так, тут можно просто всё полутать. Отлично. Клубок! Серебро! Оу! Так, тут какие-то копья. Но это не стрелы. Мне нужны стрелы. Так, давайте-ка. Ага, вижу ещё одного. Ещё одного петушка. Дело сделано. Идём! Здрасте. Всё, что ли? Так, нам нужно как-то туда попасть. Дверь заперта на засов. Окей, хорошо. Тут, блин, такое ощущение, что у меня флэшбэк. Как будто я здесь был уже. Как будто я уже тут надирал задницы и мы... Вы зачем подожгли сарай? Дураки, что ли? Так, подожди. Ура! Можно залезть. Я думал, надо стрелять. Так, помечаем всё, что здесь есть. Забрать добычу. Ну-ка. Засов. Открыт. Это тоже закрыт-открыт. Ну и всё. А у нас есть потери. Где мой капитан? Где мой бравый капитан, который доложит мне, что... Сколько мы забрали, сколько мы добыли, сколько положили и сколько наших побили. Есть такой у меня человек на дракаре? Походу, нет. А, они уже все убежали. А, ну нахер. Угля нет! Чего мы здесь торчим? Без угля... Без угля вообще жизнь не в радость. Больше паруса! Я более-менее вспомнил основы, как играть. Вроде даже не умер. Поэтому давайте-ка сейчас под конец серии поговорим там по квестам. Пообщаемся. Сюжетец общий, глобальный вспомним. Какие-то там союзы, не союзы. С кем-то надо объединяться. И на этом серию закончим. В принципе, неплохо получилось. Я уж, думаю, забыл, как правильно снимать игры. Пошла песня. Слушать истории можно. Можно прервать песню. Есть следующая песня. Ладно, пока пойдем послушаем. Пацаны поработали. Можно и спеть. Будь соло. Они не нужны, я понял. Суровые викинги не поют. Суровые викинги просто играют на лютне. Так, тихо. Тормози! Можем пр... Можем пр... Можем пр... Форли. Почему здесь много слов с буквы R? Я не люблю буквы R. Кто... Кто не любит буквы R, поставьте лайк. Будьте молодцами. Я проверил. Так, а вот они наши два брата-акробата. Ассасины. Басим и Хасим. Или как их там? Уже и забыл. Так, поехали. Так, тут можно стрелы по полу. Отлично, добыча. Все. Эйвор, ты пропустил начало. Лагерь Кьетви растаял, как снег по весне, когда мы пришли. Отсюда начнем наступление. Давайте-ка, привюшечку срежем. Да, отсюда. И мы уже готовы. Воины Харальда на своих местах. Только дай приказ. Да, но прежде у меня есть просьба. Слушаю. Позвольте Эйвору бросить вызов Кьетви у ворот крепости. Бой насмерть. Один на один. Ты хочешь этого? Кьетви отнял у моего отца честь и славу. Я их верну. Вопросы чести каждый решает сам. Если Кьетви умрет до начала битвы, тем лучше для нас. А че фигурки такие низкополигональные вы видели на столе? Давай прикончим. Мой клинок, как острые ножницы скульт, обрежет нить судьбы Кьетви. Хорошо сказано, Воинскальд. Надеюсь, мы услышим, как об этом сложат песни. Эйвор, поговорим? Басим, Хайсом. Это не ваша война, но вы сражаетесь. Это странно. Странно, потому что ты не прав. Наш клан, незримые, веками вел борьбу против Ордена Кьетви. Вы прибыли к нам, чтобы убить Кьетви? Да. Точнее, чтобы Хайсом мог его убить. Мой ученик уже много месяцев изучает свою цель. Слава Кьетви в других землях так велика? Не его слава, а слава Ордена, в котором он состоит. Орден — это клан, враждебный нашему. К Хайсом. Не хочу проявлять неуважение к незримым, но Кьетви убью я. От этого зависит честь моей семьи. Понимаю. Важно то, что Кьетви сегодня умрет. Этого хотим мы все. Вот и порешали. Молодцы. Блин, я подумал сначала, что это бородатая женщина. Реально похоже. Ммм, пустая миска. Ммм, как вкусно. Хе-хе-хе. Кьетви, 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 Кьетви. Сигурд, цель шлюхи. Что же ты подкрадываешься к моим стенам в ночи, как вор? Сразись со мной. Это мой бой, Кьетви. Сигурд пришел лишь посмотреть, как будет пировать мой ворон. Вы гляньте. Брат Волка, похоже, снова попытается сокрушить меня. Это позор моего отца. Но я верну честь, что ты отнял. Да будет Хольнганг! Здесь! Я вызываю Кьетви! Ты будешь просить пощады, как твой отец, брат Волка. Вопить, как вопила твоя мать. Ракурсы хорошие. Топоры положил? Типа, ты будешь со мной кулаками. Ты разрушил мою жизнь. Я заберу твою. Ты так же слаб, как твой отец. Хватя, а че он такой здоровый? Бойся, червь! Танцуешь лучше, чем дерешься! У-у-у! Щекамака! Так, подожди, а как хиляться? Как хиляться? Ты не сбежишь от смерти! Ну же! Объятия судьбы ждут! А, все-таки взял, да? Все-таки взял, лоха-лоха-лоха-лоха-лоха-лоха-лоха-лоха-лоха. Я скоблю тебя, волка! Все, у меня с лил нету. Опа, опа, опачки. А, тихо-тихо. А у меня-то пары есть! А, сука! Так, тут вроде ягодки есть, и он растут. Тихо-тихо-тихо-тихо, сука! У меня стрелки, кто? Ну, давай! Я ждет тебя! Я все забываю, что, блин, тут уклонения ограничены, и, если что, я попаду под удар. А мы на максимальной сложности играем с вами. Че-че-че-че-че-че! Это что такое? Хайцам! Че происходит? Че за жесть? Я не че подвутать не могу. Брязная уловка, Эймон! Ты впрямь сын своего отца! Он че, прям трупами, в смысле, шарахается? Тихо! Раз, два, оба! Так, а как блокировать? Я же могу блокировать удары. Блин, Кьетви меня задерживает, сука! Кьетви! Успокойся! Воу! Ты умрешь! Сука! Давай! Осталось чуть-чуть! Мразь! Мразь! Обосанная! Кварь! Красиво! Давай, тут у нас вроде красивая сцена должна быть. Наш первый враг. Из ордена. Встань, Эйвор! О, Один? Пробудись! Сам Один? Да ну, надо. Один? Что тебе нужно? Моя смерть принесет тебе славу. Получи же свой трофей. Все ради... Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы. Что происходит? Узри плоды нашей войны, Эйвор. Урожай трех мертвых поколений. Имена неизвестны. Все бессмысленно. Нет. Мой клан не будет забыт! Это крипота пошла. Я бился как мог. Я сделал все, чтобы выжить. Ведь я знаю, что ждет нас в конце пути. Одна лишь тьма. Ёпта. Не, ну тут с фантазией, конечно, у авторов. Хе-хе. Хе-хе. Нормально. Хе-хе. 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 Вы обречены? Так, ребята, ну давайте на этом закончим. Короче, мы Кьетви убили, и тут такие катсцены просто шикарные, шикарные. Ко мне, знаешь, пришел опять интерес прохождения этой игры. То есть я поиграл полчаса, а здесь прям так насыщенно. Может быть, это еще концовка только вот начального, так сказать, завязки. Вот, и скорее всего дальше будет поскучнее. Но пока что, пока что я хочу ее проходить. Мне она нравится, игра очень прикольная. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. Ну а с вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok